Когда я был в первом классе, к нам в класс пришел Владимир Валентинович Лешко, позвал нас в его команду. Я и еще пара человек согласились, мы начали ходить. Параллельно с этим позвали меня тоже в футбол играть, я тоже согласился. Через полгода, через год, тренировок стало больше, я не стал физически успевать. Пришел выбор между хоккеем и футболом. Папа и брат настоятельно рекомендовали идти в хоккей, так как в Череповце он больше развит. Я согласился, пошел в хоккей. В школе играл, я не сказал, что так уж отлично, играл во втором, в третьем звене. Потом подошел к Алмазу и все взяли на просмотр. А почему именно нападающим? Тебе больше нравится скорость динамика в атаке? Я как-то не помню, как это все началось. Владимир Валентинович сам распределял, кто защитник, кто нападающий. Я как помню, все играл в нападении. А почему именно центр? Центральный нападающий, это все-таки нужно и спереди успеть, всем передачи раздать и вернуться назад, помочь защите. Ну, видимо, рассмотрели меня как что и в нападении, и в защите. По МХЛ вообще, ну, вот до последнего сезона, да, ты такого больше, можно, наверное, сказать, центрального нападающего оборонительного плана играл. Это, собственно, было задание тренеров или, ну, ты старался как бы понадежнее в защите отыграть? Ну, больше задания тренеров, как я помню. Евгений Леонидович меня часто выпускал, чтобы я играл на удержание в более слабые звенья, что я, да, игрок оборонительного плана больше. Построже в защите и могу что-нибудь там создать, отдать в нападении. Ну, смотри, когда ты подошел к МХЛ, все-таки очень многие говорят, что разница между школьным уровнем, детским, да, хоккеем и молодежным хоккеем, она достаточно велика. Это такая ступенька, которую нужно преодолеть. Ну, насколько это было для тебя сложно и вообще что запомнилось как самое сложное именно в тот момент? Переход тяжелый, больше скорости, больше ребята, старше, опытнее. Тяжело это, плюс конкуренция в первые годы очень сильно. Ну, в первый год у меня не получилось попасть в МХЛ. Трудно было потом морально остаться, по школе еще сезон играть. Ну, получилось. Отыграл сезон в школе и потом пошел в МХЛ, взяли все-таки. А вообще, ну, ты не самый габаритный, как бы, хоккеист, да, у тебя, не сказать, что ты можешь там прийти, всех растолкать. По школе, ну, более-менее, особенно в одном, когда один год играет, там все-таки не такая огромная разница. А в МХЛ, насколько это было сложно, особенно первое время? Ну, первое время, да, когда люди выше тебя, сильнее тебя, габаритнее тебя, это тяжело. Приходится как-то думать, как обижать его лучше, как отрезать его. Ну, со временем все становится легче, легче, легче. И получается это. Смотри, немножко вот как бы ретроспективно так, если вот назад взглянуть, да, ты несколько лет играл в МХЛ. Вообще, для тебя как игрока в тебе, как в игроке, и, может быть, немножко как в человеке. Что поменялось? Что вот ты смог подчеркнуть, взять вот именно из этой лиги, из молодежной? Ну, чувствуется только что в последние сезоны я стал похладнокровнее относиться к моментам. А так не вижу таких глобальных изменений. Ну, то есть можно сказать, что это постепенный рост, наверное, да? Да, да, можно сказать. Вот это профессиональная лига, то есть все-таки молодежь ездит, скажем, там, по выходным куда-то поиграть, да, в основном там тренируется и так далее, не молодежь, школа. А молодежная лига – это профессиональная лига, то есть, соответственно, ты пришел, у тебя полгода сезон, но ты потренировался два раза в день, сел в автобус, уехал там или в самолет играть и так далее. Это профессиональное отношение, это совершенно другое. Что было самое тяжелое вот в эти годы? Может быть, в хоккее или, наоборот, в бытовых каких-то моментах по сравнению вот со школой, там, по сравнению с обычной жизнью? Ну, хоккей – интересно. Все-таки ездишь по другим городам, видишь другой народ, другие страны, интересно общаться. Самое тяжелое, мне кажется, это, когда у тебя травма, и ты не можешь с командой на поле быть, переживаешь за них, и в то же время чувствуешь, что ты никак не можешь им помочь. Про последний сезон немножко поговорим, ты его провел в качестве капитана. Для тебя это было поощрение и, ну, какой-то там, может быть, дополнительный стимул? Или, наоборот, это была ответственность, как-то вот сложность? И, ну, что, наверное, запомнилось из этого сезона, как, опять же, самое сложное именно в роли капитана? Ну, да, меня сделали капитаном. Это, конечно, большая благодарность тренерам, что они назначили большой груз ответственности. Я никогда не хотел быть капитаном, это слишком много для меня. Я всегда хотел лучше быть ассистентом, но не умею говорить таких уже громких речей, но… Ну, то есть команде сложно было, ну, как-то, я не знаю, в раздевалке так завести всех бодрых? Ну, да, я не такой человек, у меня язык не подвешен, но чтобы так уж хорошо общаться, завести команду, не всегда могу находить хороших слов, чтобы команде дать советы. Могу персонально с каждым поговорить, там, кто помладше, дать совет, и все. А вот при всех как-то не стесняюсь иногда. Ну, капитан – это все-таки человек, который ведет команду за собой, да, но бывают ситуации, когда нужно повести не только в плане, там, хоккейном, но где-то, может быть, эмоционально, там, даже отомстить, может быть, за, там, игрока своей команды, которого как-то ударили, да, например, и так далее. Ну, то есть иногда подраться все-таки приходится. А ты, как бы, припомнишь, у тебя были именно какие-то драки вот в МХЛ вообще? Ну, в хоккее каждый, я думаю, хоккеист будет отомстить за своего напарника. Если того ударят, ты обязан просто заступиться. А в плане драк – я не любитель драк. Ну, да, если приходится драться, я буду драться, но я не любитель. Все-таки я пришел в хоккей играть, а не драться. Ну, то есть для тебя драки – это больше, наверное, редкость, можно так сказать. Ну, да. А вообще, может быть, вспомним, вот опять же за МХЛ, какие-то такие случаи, которые на льду, именно тебе очень сильно запомнить. Может быть, курьезные какие-то или там, ну, что-то серьезное, именно такое вот совсем запоминающееся. Ну, был такой случай один, как бы не то, что курьезный. Шайба летела вверх бабочкой, я хотел ее поймать рукой и промазал, и она мне в лицо попала, и я себе губу разбил. Сейчас ты несколько игр был вынужден пропустить из-за травмы, но все равно ты год был капитаном. Как-то вот это ведь, наверное, осталось. Может быть, ты в раздевалке как-то ребят подбадривал, что ты им говорил. Что из этого было? Ну, да, я после каждой игры захожу к ребятам, говорю с каждым. Я не говорю там громких речей всей команде, но, да, стараюсь с каждым другом своим поговорить. У тебя наверняка, как бы ты вспомнишь, были моменты, когда в МХЛ у тебя, ну, игра не шла, что называется, да, то есть ты пытаешься, но не получается, может быть, не получается забить, отдать там, бывает, там тройка пропускает твоя. Вообще, какие эмоции вот в эти моменты были? Как ты свои неудачи, скажем так, переживал? Ну, и может быть, какой-то секрет есть, чтобы как их преодолевать, поделись, если он есть? Ну, у меня нету секретов, нет таких сильных переживаний, просто пытаюсь задуматься, из-за чего игра не идет, выкинуть все из головы лишнее, передохнуть и идти дальше играть. Когда, опять же, у тебя что-то не получается, ты показываешь мне тот хоккей, который от тебя ждут, может быть, да, наверняка, ну, все равно будет какой-то шквал критики. Не шквал, но какая-то критика будет. Кто-то с трибун, может быть, крикнуть, кто-то там в интернете напишет недоцеприятно, у нас не были в интернете, сейчас кто угодно что угодно напишет, ну, как ты вообще реагируешь на эту критику? Ну и, там, я не знаю, читаешь ли какие-то, может быть, спортивные СМИ или, может быть, теперь же там социальные сети, которые посвящены там команде? Конечно, читаю критику каждому хоккеисту, интересно, что о нем пишут, как отзываются. Пытаюсь исправлять ошибки, но самый мой главный критик – это тренера. Ну, а вообще как-то тебя задевает, когда начинают? Ну, может быть, даже где-то не обоснованно, но в целом именно, что называется, гнать волну именно в твой адрес, как-то есть это внутри что-то? Или наоборот это мотивирует? Ну, как-то задевает, но так уж сильно не мотивирует. Самое главное – это то, что тренер будет говорить. Если он доволен, то мне без разницы, что обо мне думают. А вот ты говоришь, ну, всем интересно, да, что о них пишут, что о них думают. А волшебная вещь – статистика. Собственно, наверняка ведь ты следишь за своей какой-то статистикой. Насколько тебе она важна, именно персональная? Ну, конечно, да. Я думаю, тоже каждый хоккеист следит о своей статистике. Каждому охота побольше, кому-то побольше забить, кому-то побольше пасов отдать, кому-то плюс-минус лучше. Ну… Ну, то есть вы все равно мимо не проходите? Ну, да, все следят. Ты играешь в Алмазе, Алмаз команда Череповецкая, базируется здесь. Ну, ты, собственно, сам уроженец Череповца. Насколько, может быть, тебе было легче в том плане, что ты местная и команда местная в бытовом уровне по сравнению с другими ребятами? Кто тебе помогает вот в этом всем? Семья, девушка, может быть, кто-то еще? Ну, да, это проще. Ты знаешь, что тебя всегда ждут дома, всегда есть близкие рядом. Всегда все поддерживают. Ну, у тебя семья, насколько я помню, мать-то точный спортсмен, но вот отец, я не знаю, спортсмен или нет, вообще вот не имея таких, там, скажем, тренера, как там отца, например, да, но вот, который там тебе с детства заставлял вот спортом как-то легче заниматься, что они, ну, что называется, не лезут, наверное, в твой там вот этот самый вид спорта, или, наоборот, может быть, сложнее, что тебе никто не подскажет по делу дома? Нет, мне всегда подсказывают и папа, и брат, и дедушка, когда-то мама там даст, ну, то, что учит, но дает советы. Ну, всех пытаюсь прислушиваться.